Лазер – это устройство, в котором энергия, например, тепловая, химическая, электрическая, преобразуется в энергию электромагнитного поля – лазерный луч. Лазерный луч является самым емким носителем информации, и в этой роли принципиально новым средством ее передачи и обработки. Чтобы понять принцип работы лазеров, нам необходимо повторить главное, что мы узнали из основ квантовой механики. Энергетический уровень – это основное состояние атома, а все остальные состояния называются возбужденными. В возбужденном состоянии электрон может находиться очень недолго – порядка 10 в минус 8 секунды. После этого он переходит в основное состояние, и этот переход сопровождается испусканием фотона. Если же электрон переходит из низшего энергетического уровня на высший, то он, наоборот, поглощает свет. Но, как вы понимаете, спонтанные излучения, испускаемые отдельными атомами, обладают ничтожно малой энергией. Для концентрации энергии излучения многих атомов требуется вынужденное излучение. Индуцированное излучение – это излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света. Возникающая при этом излучение испущенная световая волна обладает той же частотой, фазой и поляризацией, что и падающая на атом волна. Это говорит нам о том, что падающая и излученная волны когерентны. Итак, что же происходит при индуцированном излучении? Если в атом попадает фотон такой энергии, какая может быть излучена самим атомом при переходе из возбужденного состояния в основное, то этот фотон атомом не поглощается. Более того, атомом испускается еще один фотон, который абсолютно идентичен первому. То есть эти два фотона являются полностью когерентными. Именно эта идея и положена в основу создания лазера. Конечно, в первую очередь следует заметить, что для работы лазера нужно очень много атомов, находящихся в возбужденном состоянии, которые в нужный момент могут перейти в основное состояние и излучить множество когерентных фотонов. Как же это осуществить технически? Итак, давайте представим, что у нас есть активная среда с большим количеством атомов. Эта среда располагается между глухим и полупрозрачным зеркалами. Глухое зеркало практически не пропускает свет, а полупрозрачное зеркало пропускает около 2% света. В активную среду поступает энергия извне. Это может быть любая энергия, тепловая, световая, химическая или электрическая. Эта энергия приводит значительную часть атомов в возбужденное состояние. При переходе обратно в основное состояние, атомы излучают фотоны, которые в свою очередь возбуждают соседние атомы. И в этом случае уже возникает явление индуцированного излучения. Каждый атом, на который упал фотон, испускает два идентичных фотона. Так продолжается снова и снова, в результате чего все больше и больше атомов переходят в возбужденное состояние. Между зеркалами возникает среда, насыщенная фотонами, которые отражаются то от одного, то от другого зеркала. При этом каждый фотон, сталкиваясь с атомом, стимулирует испускание еще одного фотона. Когда же атомы переходят в основное состояние, из лазера выходит множество когерентных фотонов, образуя лазерный луч. В этом луче фотоны находятся на очень близком расстоянии друг к другу, и направления их движения совпадают. Поэтому лазерный луч практически не рассеивается. Итак, лазеры обладают следующими свойствами. Первое. Лазеры создают пучки света с очень малым углом расхождения, то есть луч практически не рассеивается. Второе. Фаза волны лазерного излучения не испытывает нерегулярных изменений, то есть атомы излучают свет согласованно. Третье. Лазеры обладают огромной мощностью. У некоторых типов лазеров мощность излучения в миллионы и даже миллиарды раз превышает мощность излучения Солнца. Правда, такая высокая мощность достигается лишь в течение очень и очень малого промежутка времени. Порядка 10 в минус 13 секунды. Такие свойства открывают большие возможности. Дело в том, что время, в течение которого атом может находиться на том или ином энергетическом уровне, не одинаково. На сегодняшний день трехуровневая система с успехом используется в рубиновых лазерах. Потому что в рубине имеются необходимые энергетические уровни. В рубине содержится небольшая примесь атомов хрома, которые и подвергаются процессу индуцированного излучения. Итак, на рисунке вы видите три состояния. Основное состояние с энергией Е1. И два возбужденных состояния с энергиями Е2 и Е3. Но на третьем энергетическом уровне атом может находиться порядка 10 в минус 8 секунд. В то время как на втором энергетическом уровне он может находиться порядка 10 в минус 3 секунд. Это, конечно, является существенной разницей, поэтому на уровне 2 оказывается избыток возбужденных атомов. Итак, атомы переходят в возбужденное состояние, соответствующее энергии Е3. Но почти сразу из этого состояния они переходят на уровень Е2, где находятся значительно дольше. Таким образом почти все атомы хрома находятся в возбужденном состоянии. После того, как они все переходят в обычное состояние, мы получаем мощный лазерный луч. В рубиновом лазере используется газоразрядная лампа. Она имеет спиралевидную форму и как бы окутывает кристалл рубина. Кратковременный импульс тока, который подается от батареи конденсаторов с большой емкостью, вызывает яркую вспышку лампы. Атомы переходят на уровень 3, но находятся там очень недолго и переходят на уровень 2, где находятся значительно дольше. После этого в результате самопроизвольных переходов с уровня 2 на уровень 1 мы получаем мощный лазерный луч. Существует множество других типов лазеров. Их пробовали создавать буквально из чего угодно. Наиболее приемлемыми оказались газовые лазеры на основе гелия и неона. Эти лазеры испускают волны длиной 632,8 нанометра. Соответственно, частота такого излучения составляет порядка 4,75 умножить на 10 в 14 герц. Также применяются инфракрасные лазеры на основе углекислого газа. Еще один тип лазеров это полупроводниковые лазеры, преимущество которых состоит в том, что они могут регулировать частоту излучения и соответственно длину волны. Кроме того, как выяснилось, полупроводниковые лазеры наиболее дешевые. Лазеры получили довольно широкое применение в науке и технике. В первую очередь лазеры используются в экспериментах по оптике. Лазеры используются для хранения информации, наверное, все слышали такое словосочетание, как лазерный диск. Огромная мощность лазерного излучения часто используется для сварки и резки металлов или стимуляции испарения различных материалов. Кроме этого, лазеры используются в медицине. Ярким примером такого использования является микрохирургия глаза. В перспективе лазерный луч может применяться как средство связи, особенно в космическом пространстве. Лазерный луч может проходить огромное расстояние за очень малое время, при этом практически не рассеиваясь. Это может существенно облегчить работы, связанные с космическими исследованиями. Наконец, лазеры могут помочь осуществить управляемую термоядерную реакцию. Суть лазерного термоядерного синтеза состоит в следующем. Замороженную смесь Дейтерия и Трития подвергают равномерному и мощному облучению со всех сторон. В результате этого давление внутри шариков колоссально возрастает, что приводит к увеличению плотности и сильному нагреванию вещества, и начинается термоядерная реакция. Лазер – это устройство, в котором любые типы энергий преобразуются в энергию узконаправленного потока излучения. Лазеры способны создавать практически не рассеивающиеся пучки света огромной мощности. Работа лазеров основана на вынужденном, то есть индуцированном излучении. Лазера – это устройство, в котором можно использовать. Лазер – это устройство, в котором нужно создать Jeśli надо делать, в том числе, можно развернуться с нами, а потом может быть нынешнее, так как выглядит оно излучение. В этом случае я хочу сделать, что такое преобразование. Учебное слово – это не только «черкода», и улучшение, в этом случае, улучшение, в того как улучшение, а и в этом случае, Продолжение следует...